MSX это стандарт домашних компьютеров, придуманных в Японии, который широко применялся многочисленными японскими компаниями в 80-е годы. Он даже распространялся на территории Союза Советских Социалистических Республик. Сначала начну с истории. Президент компании American Standard Co. for Information Exchange в Японии, Казухи Куниси, захотел создать международный стандарт на домашние компьютеры на основе компьютеров от компании Spectra Video. И примерно в 83-м году появился такой стандарт компьютеров как MSX. Производством данных компьютеров занимались такие компании как Fujitsu, Mitsubishi, Hitachi, Samsung, Sony, Toshiba, Panasonic и прочие компании, которые вы сможете найти в интернете. Как я уже говорил ранее, компьютеры распространялись и в СССР, но имели другое название – Yamaha QVT. Они поставлялись в школьных классах информатики. На этом история завершается. Перейдем к характеристикам данного компьютера. В компьютере был устроен 8-разрядный микропроцессор Zilog Z80, который был создан компанией Zilog еще в 70-х годах, прошлого века. Который в свою очередь имел своего советского клона – KP1858VM1. Видео. А вот здесь для видео использовали микросхему видеоконтроллера от компании Техас. Техас инструмент с TM-S9918 на 16 кБ видеопамяти. Эта микросхема тоже придумана была в 70-х годах прошлого века. Ее использовали в одном из домашних компьютеров и в игровых приставках начала 80-х годов. Аудио. Для аудио использовали трехканальный генератор звука, ну или микросхему AI-38910. Конечно, это далеко не все. Были еще и компьютеры с улучшенными характеристиками, такие как MSX2, MSX2 Plus и MSX Turbo R. Но о них я, к сожалению, ничего не знаю. Эмуляция. Эмуляторы компьютера MSX тоже есть. Одним из первых эмуляторов такого компьютера стал FMSX. Но кроме FMSX есть и другие эмуляторы. Ссылки на эмуляторы MSX я оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok